Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с работами художников и их автобиографии. Ян Миэль, фламандский художник, гравер, который активно работал в Италии. Первоначально входил в круг голландских и фламандских жанровых художников, которых называют бомбончанти, и который был известен своими сценами, изображающими низшие классы Рима. Позже отошел от стиля бомбончанти и писал исторические сюжеты в классическом стиле. Сотрудничал со многими художниками в Риме и на последнем этапе своей карьеры работал в Турине в качестве придворного художника Карла Эммануила II, герцога Савойского. Родился в 1599 году. Информации о его обучении нет, но предполагается, что оно проходило в Антверпене. В Риме он стал членом ассоциации, состоящей в основном из голландских и фламандских художников, работающих в Риме. Сблизился с кругом художников-жанристов, на творчество которых оказал влияние голландский художник-жанрист Питер Ван Лайер, который называли бомбочанти. Бомбочанти были в основном голландскими и фламандскими художниками, которые работали в Риме, в основном создавали небольшие кабинетные картины и гравюры, изображающие повседневную жизнь низших классов Рима и окрестностей. Миэль стал в 1648 году первым северным художником, принятым в Академию Сан-Лука, престижную ассоциацию ведущих художников Рима. Задокументировано пребывание Миэля в Северной Италии примерно в 1654 году. С 1658 года был назначен придворным художником Карла Эммануэла II, герцога Савойского. В 1640-1650 годах Миэль начал, как Микеланджело Черкотци, расширять рамки бомбочитовых картин, уделяя меньше времени окружающему ландшафту и вместо этого подчеркивая анекдотические аспекты городской и сельской жизни. Часто сотрудничал с другими художниками, как это было принято в то время. Рисовал декорации для ведуты Ивана Кадация, Александра Салуччи и пейзажи Гаспара Дюгея. Особенно тесно сотрудничал с Александром Салуччи, важным новатором в живописи ведуты. Салуччи создавал множество капричей, которые часто включали античные римские памятники в воображаемую среду. Есть свидетельства о том, что Ян Миэль был в студии Андрея Саки в 1641 году. Это сотрудничество довольно исключительно, поскольку Саки был важным критиком в стиле Бамбо Чанты, важным представителем которого был Миэль. Это пребывание в студии Саки, возможно, сыграло важную роль в развитии художника в направлении живописи Гран Маньера. Я пользуюсь переводной Википедией. Примерно в 1650 году сконцентрировался на религиозных картинах для римских церквей, выполненных в большом формате. Существует ряд работ 1650-х годов в этом более достойном стиле, таких как алтарный образ Мадонны с младенцем и святыми в кафедральном соборе Санта-Мария де Ласкало в Киере, датируемом в 1651 году. В то же время Миэль также создавал небольшие картины на религиозный сюжет. Эти работы были выполнены по заказу выдающихся меценатов из Рима. В частности, для семьи Барберини. Был опытным гравером, иллюстратором. В 1664 году умер в Турине. Вот так немного из переводной Википедии о фламандском художнике-гравюре, который активно работал в Италии, Ян Миэль. Пока-пока, до свидания. Смотрим работы. Субтитры создавал DimaTorzok